Твердо пообещать что-то самому себе – самый сложный вызов. Но самое прекрасное – это этот вызов принять. Грегори Лемаршаль, французский певец. Многие из нас часто пообещают себе что-то сделать или изменить. Это могут быть обещания начать заниматься спортом, больше учиться, быть добре или научиться новому навыку. Иногда мы так сильно хотим что-то изменить в своей жизни, что даем себе обещание сделать это. Но бывает так, что не всегда получается сдержать свои слова. Почему это происходит? Часто случается, что мы не всегда воспринимаем свои обещания серьезно. Это может быть потому, что мы не придаем им достаточно значимости. Однако, давайте подумаем, насколько это обещание важно для нас. Если оно имеет для нас действительно большое значение, то стоит составить план действий. План поможет нам разобраться в том, каким образом мы собираемся достичь поставленной цели. Когда план готов, важно записать его. Это позволит нам иметь ясное представление о шагах, которые необходимо предпринять. Кроме того, выделите конкретное время, которое будете посвящать этому делу. Это поможет создать привычку и уделять достаточно внимания своим обещаниям и целям. Бывает, что мы просто забываем о своих обещаниях и планах. Это нормально, потому что у каждого из нас бывают моменты, когда мы заняты или отвлечены другими делами. Чтобы помочь себе помнить, можно сделать напоминание на видном месте. Например, это может быть записка на холодильнике или заметка на телефоне. Когда вы будете видеть это напоминание каждый день, это будет постоянно напоминать вам о вашей цели или обещании. Также, когда вы видите напоминание, у вас будет больше мотивации начать делать то, что вы запланировали. Это поможет вам сохранить фокус и сосредоточиться на достижении желаемого результата. Часто мы стараемся избежать чувства дискомфорта. Когда что-то начинает быть сложным или неприятным, мы иногда испытываем желание сразу паниковать и бросить все. Но важно научиться не пугаться дискомфорта и не бежать от него. На самом деле, даже неприятные ощущения могут быть полезными. Они могут помочь нам научиться чему-то новому и развить свои навыки. Представьте, что вы сталкиваетесь с ситуацией, которая вызывает у вас дискомфорт. Вместо того, чтобы бежать от нее, старайтесь воспринимать это как возможность для личного роста. Например, если вам страшно выступать перед людьми, попробуйте взглянуть на это, как на шанс научиться уверенно выступать и развить навыки публичного выступления. Принятие дискомфорта может быть сложным, но это важный шаг к личному развитию. Когда мы научимся принимать дискомфорт и использовать его как возможность для роста, мы становимся более сильными и уверенными в себя. Бывает, что мы поддаемся соблазнам бездумно просто потому, что так привыкли. Например, если вы соблюдаете диету, а в гостях вам предлагают сладкое, вы можете по инерции взять его. Но важно научиться сдерживаться и отказываться от соблазнов, особенно если они мешают достижению ваших целей, как это может быть на диете. Вместо того, чтобы сразу же съесть сладкое, вы можете воспользоваться этой ситуацией, чтобы преодолеть свой дискомфорт. Попробуйте научиться быть наедине с этим неприятным ощущением, не пытаясь сразу избавиться от него. Например, вы можете отложить сладкое в сторону и немного подождать, пообщаться с друзьями или уделить внимание другим удовольствиям без еды. Это позволит вам научиться контролировать свои желания и не поддаваться соблазнам только из привычки. Таким образом, вы будете развивать свою силу, волю и уверенность в себе, что поможет достигать поставленные цели и следовать плану даже в сложных ситуациях. Да, так бывает, если мы даем себе обещания и ставим перед собой цели, иногда трудно сдерживать свои слова из-за различных причин, таких как забывчивость или страх перед дискомфортом. Однако важно помнить, что упорство и стремление к самосовершенствованию помогут преодолеть эти препятствия. Но в целом, развитие личности и достижение успеха требуют усилий, терпения и самоконтроля. Несмотря на сложности и соблазны на пути к целям, важно сохранять мотивацию, использовать дискомфортные ситуации как возможность для роста и стараться сдерживаться, чтобы добиться желаемого результата. И берегите себя, это под силу только вам самим.